Привет, меня зовут Арина, я рада приветствовать вас на моем канале. Когда вы в последний раз ходили в библиотеку? Не по учебе, чтобы распечатать реферат, либо забрать учебники, а по личному желанию. Поднимите руки, кто ходил, опустите. Ну, в самом деле, я же вас не вижу. До недавнего времени в библиотеке была я очень давно. Еще, будучи совсем мелкой, мне было лет 10, я взяла катастрофически маленькую книгу, там, страниц 10, наверное, было, про какую-то птичку, не помню. И благополучно ее не вернула. Если бы та библиотека еще существовала, мне бы выставили огромный счет. Если честно, к библиотекам в маленьких городах я относилась скептически. Они мне представлялись мрачными, пыльными, с какими-то старыми книгами, которые вот-вот развалятся, стоит их только в руки взять. Но это оказалось не так. В конце прошлого года я решила посетить библиотеку своего города. А живу я в очень маленьком городе. Численность у нас около 100 тысяч человек. Передаю привет людям со светобоязнью. Даже в паспортную погоду приходится носить очки. И знаете, что я там увидела? В библиотеке. Огромный выбор современных изданий, новинок, самых разных жанров. Множество стеллажей, заполненных книгами на любой вкус. Вы только гляньте. Имеется Янка Далт. Медина Мираль. Книга 19-го года. Сама не читала. Рекомендовать не могу. Эта книга привлекла меня, конечно же, обложкой. Вы посмотрите, какой жуткий чувак. Кристофер Голден. Автор Чужого, Хищника, Сынов Анархии и тому подобное. А это что у нас тут? О, золотой дождь. Простите, тупой юмор. Но книга не об этом. Также имеется Агата Кристи. Никак не могу найти время, чтобы прочитать именно эту книгу. По рекомендации. Пока я пытаюсь поставить книгу на полку, можно увидеть книги поближе. О, о книге записки Клуба Лазаря неоднозначные отзывы. Многие говорят, что скучно и растянута. Обложка, кстати, похожа на книги Нелидовой Юлии. А вот о Луизе Пенни уже отзывы намного лучше. Вы посмотрите, какие красивые обложки. Господи. Возможно, в следующий раз возьму одну из этих книг для знакомства. Обложки реально потрясающие. Мне нравятся. Томас Харрис. Ганнибал. Когда я читала его книги, обложки были совсем другими. Помню, на одной из обложек была какая-то стрёмная картина. Причина моих ночных кошмаров. Сейчас они прекрасно будут смотреться на полке. Здрасте. Целая полка чёрных книг от разных авторов. Серия психологический триллер от АСТ. Это как книги Шарма. Все книги на одно лицо. Зачем так делать? Кстати, исходя из отзывов на девушку из каюта номер 10, можно книгу почитать. Оценка четвёрка. А эту книгу я просто обязана вам показать. Ля, какая огромная. Я знаю, что фэнтези книги многостраничные. Шестьсот и тысяча страниц. Ещё одна причина, почему я не читаю фэнтези. Интересно, почему же рука потянулась к этой книге? Красивая. Страшненькая. Оценки на книгу Теда Клайна неоднозначные. Читать я её вряд ли буду. Тут идёт стеллаж с фантастикой. Большинство, кстати, обложек чёрного цвета. А также полка с кингом. Вон там справа можно заметить. Субтитры подогнал «Симон» Здесь у нас закуток книг, биографии и ещё каких-то книг. Не очень поняла, по какому принципу тут располагаются книги. Потому что тут и Дюна, и Хоббит, Форест Камп, Кинг, Макс Фрай. Возможно, кстати, это закуток экранизированных книг. Но не утверждаю на 100%. Кстати, практически у всех стеллажей, у всех полок стоят голубые пуфики. Очень удобно, можно присесть, почитать. Книга Мстителей. Там всего пара иллюстраций, и всё текст. Очень странно видеть, не в формате комиксов. По террору Дэна Симмонса, кстати, снят одноименный сериал. Не смотрела, но оценка 7,2. Значит, смотри, Берин. Посмотрите, какое прекрасное оформление у книг Макса Фрая. Кстати, часто слышу этого автора, но ни одну книгу у него не читала. Прекрасные книги. Сейчас я нахожусь уже в другой части зала. Здесь находятся рассказы, проза и исторические произведения. Тут тоже очень красивая обложка. Ещё и в моём любимом цвете, синим. «Безмолвный пациент». Постоянно натыкаюсь на эту книгу, но никак не решаюсь прочитать. Тут и книга Кейт Мортон тоже очень красивая. Очень яркая книга Бьянки Морайс. Высокие оценки, хвалебные отзывы. Может, когда-нибудь прочитаю. О, английский пациент. У меня есть эта книга в мягкой обложке, в фикс-прайсе купленная. У многих, наверное, было, что в обувь попадает маленький камень, и достать его не можешь. Тут происходит на полке практически то же самое. Маленькая книжка не даёт стать побольше книжки. Всё сделано. Всё. Книга побеждена. Опять книги Макса Фрая. Обложки, конечно, без сарказма. Очень классные. Сколько книг интересных у Макса Фрая. О, тут полка с восточной тематикой. Интересная и острая. Тут у нас стеллажи с подростковой литературой. Ну, тут я вижу Стэй Скрамер, которую хайят, кстати, многие буктюберы. Но не я. Потому что я её не читала. О, тут у нас Лавкрафт. Лавкрафт. Много о нём слышала. Знаменует его как чуть ли не лучшего автора ужасов. Но действительно ли это так? О, эта книга просто красива, господи. Джорджи Бин. Книги о Молли Мунг. Сирота с зелёными глазами, которая обладает гипнозом. Слышала о сравнении с Гарри Поттером. Вот эта книга супер милота. О собаках, которые не понимают, куда делись люди. И опять я возвращаюсь к началу моего пути. К книге, которая сразу же привлекла моё внимание своей обложкой. Поэтому я решила её взять. И что ж, что же я могу сказать по итогу. Это был только один зал. Был ещё такой прилегающий к этому залу. Но краем глаза я туда заглянула. Там книги, как мне на первый взгляд показалось, как раз таки вот те, которые я представляла. Старые здания, очень ветхие, не такие яркие и красочные, как сейчас создают. Возможно, в следующий раз я туда загляну, посмотрю. Но и учитывайте, что это библиотека города, очень маленького города. Если вы когда-нибудь задумывались, сходить ли в вашу местную библиотеку в вашем городе, то перестаньте обдумывать эту мысль. Обязательно идите. Просто потратите буквально минут сколько. Не знаю, сколько вам идти, но если вы уже идёте в маленьком городе, то вряд ли долго. Но потратите вы на это где-то полчаса. Но зато узнаете, какая у вас в городе библиотека. Возможно, книги, которые вы хотели прочитать, но, например, вы не обладаете каким-то денежными средствами на свою книгу, либо вы хотите её прочитать в бумаге, но она не продаётся, то библиотека, местная библиотека вашего города, мне кажется, поможет вам в этом. Я, кстати, взяла в этот раз три книги. И взяла не очень длинные, не очень многостраничные. Вот эта вот книжка, она вообще супермаленькая. Сколько тут? Тут 250 страниц. Причём крупный, ну, крупноватый текст. И сама книжка меньше. То есть её можно за вечер прочитать. Филипп Джиан, она. Про девушку, которая, как я поняла, по аннотации будет мстить своему обидчику. Говорят, очень спорная книга. Кристофер Голден. Я прочитала отзывы, уже придя домой. Думаю, что, видимо, книга мне не понравится. Но я взяла чисто вот за него. Вот эту книгу я взяла, потому что это триллер тут вроде. Остросюжетный жанр. Стивен Хантер, Стрелок. Стивен Хантер. Хантер и Стрелок. По большей части я взяла эту книгу, потому что бестселлер от обладателя Пуллицировской премии. Только из-за этого. Но тут уже побольше страниц. 400, сколько? 440. Буду читать. И обязательно сниму видео по прочитанному. Посмотрим, что к чему и как. И что же, мое вам наставление. Сходите в библиотеку. Если вы думаете, что она у вас какая-то не очень, но при этом вы ее не видели, либо видели ее очень давно, обязательно сходите, проверьте. Я более чем уверена, что в библиотеках есть современные книги. Например, у нашей точно есть. Современные книги, новые абсолютно. И вам не придется их покупать. Что ж, я надеюсь, вам понравилась небольшая прогулка со мной. Я, конечно, выбрала идеальный день, снежный. Прекрасно. Что ж, до встречи в следующем видео. Пока.